Смотри, вот такой еще вопрос по поводу Левочкина и его игр, потому что появление, допустим, того же Виталия Ковальчука в качестве человека, который курирует эту раду регионов, которые они создали, там, созвали всех мэров, кроме Филатова, там, кого Филатова они не позвали, не позвали Кличко, не позвали Садового, там, по-моему. Это, ну, как раз было таким знаковым моментом в нескольких ипостасях. То есть, первое, это то, что есть вот этот вот скрытый конфликт с миллионниками, вот, а второе, это то, что появление Ковальчука, ну, это такой очень интересный и двусмысленный ход, потому что мы понимаем, что Ковальчук завязан на Левочкина, и он тогда выстраивал, как бы, региональную политику, там, да? Ну, фигура, как технолог, как стратег, он эффективен. Ну, возьмите, хотя бы пятнадцатый год, когда электоральное наследство партии регионов, ну, проект «Наш край», который порвал электоральную базу АПО-блока, создал такую комфортную нишу для тех, кто хотел, как говорится, пробежать между капельками. И живет до сих пор, кстати. Да, да, да. Поэтому, как Ковальчук, как политический технолог, ну, это, скажем так, не самое худшее приобретение. Другое дело, чтобы не получилась ситуация, когда ты думаешь, что ты играешь, а играют тобой. Да, вот я к этому и подвожу. Да, поскольку, вот, как тень отца Гамлета, тень Левочкина, она как раз сулит второй сценарий, когда тобой играют. Вот. И явно, ну, Владимир Александрович может оказаться, не оказаться в числе бенефицаров процесса. Ну, Виктор Федорович может об этом много и красиво подробно рассказать. Да. Сергей и дружба с ним. Да. Сергей и дружба.